Это сейчас Россия, Украина, которую, кстати говоря, много лет после распада СССР представлял в судейском корпусе Международной Федерации Гимнастики, в ее техническом комитете Борис Шахлин. Он много работал, много повидал уже после того, как закончил быть гимнастом. Но, в общем и целом, для наших с вами современников, такие названия, как Италия, Япония, Украина, Россия, звучат вполне толерантно друг к другу. А между тем, дело происходило через 19 лет, всего лишь после окончания опустошительной войны, в которой, между прочим, напоминаю, Япония и Италия в составе гитлеровской коалиции с одной стороны, а Советский Союз с другой.